МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Догонялись. 18 человек пострадали в результате переворота маршрутки в центре Рязани. Как собака на сене. На этот раз рязанцы недовольны, что на улицах города светодиодные фонари заменяют на старые лампы накаливания. Новые возможности для детей с особенностями в развитии. В школе Рязани открылся класс для ребят с диагнозом аутизм. И археологи продолжают копать. О новых находках исследователей. К маршруткам Рязани вновь приковано пристальное внимание. Все опасения граждан на этот раз нашли свое подтверждение. В центре города перевернулась маршрутка, которая вылетела на перекресток на красный сигнал светофора. У водителя маршрутного такси есть свое мнение на этот счет. В ситуации разбирался наш корреспондент. 23 октября. 9 часов вечера. Перекресток улицы Циолковского и проезда Яблочково. Водитель микроавтобуса Форд столкнулся с автомобилем Hyundai Accent. Момент аварии попал на видео. После удара маршрутное транспортное средство совершило опрокидывание на автомобиль Hyundai Elantra. На видео прекрасно видно, как сигнал светофора меняется с желтого на красный. Запрещающий. Но, вероятно, не для водителя маршрутного такси. Он пересекает перекресток, не сбавляя скорость. Позже в разговоре с сотрудниками ГИБДД водитель расскажет, что ехал 40 или 50 км в час. А свой проезд на желтый сигнал светофора объяснил так. В результате страшной аварии пострадали 18 человек, из которых 14 – это пассажиры маршрутного такси. Среди них было трое несовершеннолетних. Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии были доставлены в областную клиническую больницу. Вчера в районе 1 часов после массовой ДТП к нам поступило 12 человек. И все 12 человек были экстренно приняты. Проведено полный курс обследования. Диагностированы переломы различной степени тяжести у 5 человек и легкие стрясения головного мозга. 6 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна пациентка была прооперирована. На сегодняшний день ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавших с переломами разместили в травматологическом отделении. 6 человек из поступивших были отпущены домой. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проверки также проводят прокуратура и следственный комитет. Следователи выезжали на место происшествия, где провели осмотр. Проведены другие мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего, а также соответствия перевозке пассажиров микроавтобуса требованиям безопасности. По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Скандалы с освещением на улицах Рязани вновь набирают обороты. На этот раз жители города не довольны тем, что новые светодиодные лампы меняют на старые лампы накаливания. С привычным желтым светом. Обо всем подробнее расскажет Валерий Седов. Рукотворная гирлянда на улице Ленина. Именно так характеризуют некоторые жители города чередование света фонарей на одной из улиц. Наравне со светодиодными лампами здесь стали появляться и старые добрые лампы накаливания. Версий рязанцами было высказано много. И плановая замена, и то, что светодиодные не оправдали возложенных на них службами города ожиданий. Не знаю, может быть с этих экономии не могу сказать. Не знаю, лучше бы на светодиодные поменяли. Почему? Ну они экономичнее светят лучше. Ну, наверное, потому что старые лампочки все-таки были... В смысле, которые поставили лампочки, были плохие. Много у них жалоб. И администрация послушала людей, народ, которые жаловались на них. Вы знаете, я даже не заметила. Георгий Орлов, генеральный директор МБУ, дирекция благоустройства города, поспешил успокоить рязанцев. Он рассказал, что на улице Ленина действительно заменили 8 сгоревших лампочек. Причина очень проста. 8 светильников вышли из строя. Случай этот расценивается как гарантийный. От производителя МБУ ДБГ предъявило соответствующие гарантийные требования к заводу-изготовителям, к нашему контрагенту по энергосервисному контракту. На тот период, пока гарантийные требования рассматриваются, на их место для восстановления освещения поставлены те светильники, которые имелись в распоряжении дирекции. Как оказалось, лампы в фонарях поменяли не только на улице Ленина. В данный момент в городе чуть больше 18 тысяч светильников. И 16 тысяч из них светодиодные. Их установили в нашем городе по контракту с московской фирмой в 2014 году. Причина очень простая. Светодиодные лампы очень экономные. Они потребляют на 56% энергии меньше по сравнению с тем количеством, которое потреблялось до их размещения. Правда, как и другие сложные устройства, фонари периодически ломаются. Наше правило благоустройства предусматривает определенный процент негорячих светильников. На 51 статье правило благоустройства муниципального образования города Рязань предусматривает до 10%. Но в нашем городе количество негорячих светильников намного меньше. В настоящее время замена светильников происходит в плановом режиме. Мера эта временная. Совсем скоро на улицах города вновь будут сиять светодиодные лампы. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С сентября этого года в общеобразовательной школе номер 60 начал свою работу необычный класс для ребят с особенностями в развитии. Раньше детям с диагнозом аутизм приходилось заниматься в специальных школах или на дому. Теперь в Рязани для них открылись новые возможности. Для школы номер 60 открытие класса для детей с серьезными расстройствами аутистического спектра – новый опыт и большая ответственность. Хотя можно сказать, что начальная база здесь уже была создана. Наверное, в том числе и поэтому именно в этой школе было решено открыть такой необычный класс. Почему в нашей школе? Наверное, потому что вот уже в течение нескольких лет в нашей школе были специализированные классы, компенсирующие обучение. Поэтому учителя имеют опыт работы вот именно с детьми, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем. С этого года здесь обучаются действительно очень сложные дети с диагнозом аутизм. Именно поэтому на занятия нас не пустили, зато показали специально оборудованный класс. Парты с перегородками, чтобы ребята не отвлекались друг на друга. Игровой уголок, где они могут расслабиться и сменить направление деятельности. Также здесь можно увидеть специально созданные для учеников таблички, сенсорные доски и даже сенсорный бассейн. Наполнен он макаронами, разноцветными шариками и природными материалами. Мы это создали для того, чтобы дети расслаблялись. То есть позанимался ребенок и подводим его к этой ванне, конечно, с помощью нашей. То есть он отпускает сюда руки и вот так вот это. Можно просто релаксировать. Или же мы даем какое-то задание, например, найти красный шарик. Всего в классе обучается пять человек, но фактически только четыре. Одна девочка находится на домашнем обучении. Работает с ними целая группа педагогов, в их числе психолог, дефектолог-логопед, а также так называемые тьютеры – посредники между учителем и учеником. То есть вот надо взять ежика, мы вместе лепим пластилин. Надо взять макаронину, мы с ним вместе берем, так вот и вставляем. То есть мы все делаем вместе. Сам ребенок не умеет. Для этих ребят разработана специальная пролонгированная программа обучения. Но на данный момент главная задача педагогов – адаптация ребят к новым условиям, новым людям и их социализация. Я скажу, что это проходит достаточно тяжело, потому что дети с тяжелой формой отклонения, их особенность в том, что они очень трудно привыкают к другим людям и к сверстникам тоже в том числе. Им очень тяжело адаптироваться в обществе и социализировать их тоже достаточно тяжело. На данном этапе образовательный процесс строится в форме игры. Но уже то, что каждый день эти ребята ходят в школу, общаются с педагогами и сверстниками, дает им многое. Но результатов, о которых так любят спрашивать родители, ждать пока рано. Ведь на то, чтобы ребенок с диагнозом аутизм сел за парту, начал воспринимать педагога именно как учителя и мог бы спокойно просидеть за столом в течение 40 минут, не реагируя на нежелательное поведение сверстников, может уйти до двух лет. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани начались археологические работы в Казанском женском монастыре, который в конце 18-го столетия занял территорию современных улиц Затинной и Фурманова. О том, какие находки уже сделали археологи, расскажет Галина Ершова. Определить границы одного из самых богатых монастырей Рязани пробуют археологи. На днях они занялись изучением культурного слоя Казанского женского монастыря. От старых стен здесь остался лишь небольшой полуразрушенный фрагмент. Известно, что с одной стороны стена должна была примыкать к колокольне, построенной в 19 веке. Сейчас это жилой дом. Мы видим здесь срубленную кладку стены, то есть разбитый кирпич с целью выравнивания стены к колокольне. Раньше стена продолжалась примерно вот такой шириной и примыкала к сохранившемуся участку стены, которую мы сейчас видим. Таким образом, на этом участке мы нашли место примыкания старой стены к колокольне и выявили их конструктивную связь. В ходе раскопок археологи хотели посмотреть фундамент стены. Он начинается после белокаменного цоколя, сложенного из тесаных белых камней, известняка и имеет глубину 2 метра. Мы никак не ожидали, что его мощность на этом участке будет столь исполинская, но, как показали натурные исследования, она таковой является. Но главным сюрпризом стала кирпичная кладка, обнаруженная на глубине в 1 метр. Вывод можно сделать однозначный. В этом месте располагался погреб. Сохранность кладки настолько хорошая, что если его расчистить на данном участке, то можно будет проследить всю конструкцию практически в неразрушенном виде. Также на этом участке нами были обнаружены именно средневековые культурные слои. Были найдены предметы, которые датируются нами 17-м столетиям. Ученые предполагали, что на этой территории в 17-18 веках располагалась затинная слобода. Она ограничилась горшечной слободой Переяславля-Рязанского. А значит, была активно заселена. Теперь археологи нашли этому надежное подтверждение. Также ожидалось, что стена на этом участке идет прямо. Однако это оказалось не так. На одном из исследованных участков мы не обнаружили никаких фрагментов стены. Но мы обнаружили старинную вымыску, которую предварительно интерпретируем, либо как остатки въезда, либо внутридворового мощения. Но факт, что остатков стены и фундаментов на этом участке нет. Вопрос почему? Это была входная группа, это был разрушен участок стены, на месте которого в советское время сделали проезд. Это вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, археологи и реставраторы планируют сделать вместо небольших шурфов траншею длиной порядка 55 метров. Она покажет, как располагались многочисленные постройки монастыря. А пока раскопки продолжаются около единственной сохранившейся угловой башни, где обнаружили еще один погреб. Погреб до сих пор сохраняет сводчатую конструкцию, но построен значительно позднее, поскольку его стены приложены к старинным кладкам. Мы имеем желание пройти своим раскопом до его дна, посмотреть конструкцию пола. Возможно, это деревянный пол, который до сих пор может сохраниться. А заодно посмотреть некоторые конструктивные элементы, которые позволят нам его точнее датировать. Стоит отметить, что верхняя часть погреба была немного видна до начала раскопок. Однако определить, что это за постройка, визуально было невозможно. Какие еще секреты скрывают стены монастыря, узнаем уже скоро, после того, как археологи закончат изучение своих находок. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сотрудники ГИБДД Рязанской области уделяют большое внимание безопасности детей при их перевозке в автомобилях. В целях профилактики, а также для привлечения внимания к данной проблеме самих водителей, госавтоинспекторы часто проводят рейды на дорогах региона. Подробнее обо всем расскажет Ирина Ковалева. За 9 месяцев текущего года на дорогах Рязанской области произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате погибло 8 детей. Более 40 получили травмы различной степени тяжести. В половине случаев дети являлись пассажирами автомобилей. К сожалению, многие родители забывают, что детям в транспортном средстве нужна особая защита. Простой ремень безопасности не всегда помогает уберечь ребенка. Именно для того, чтобы напомнить о правилах перевозки детей, регулярно сотрудники госавтоинспекции организуют специальные рейды. Маленького ребенка в возрасте до 7 лет можно перевозить только с помощью специального детского удерживающего устройства. Дети более старшего возраста на заднем пассажирском сидении могут быть пристегнуты стационарным ремнем. На переднем сидении, опять же, только детское удерживающее устройство. Безопаснее всего перевозить детей на заднем сидении. Ну а если вы все-таки посадили ребенка впереди, позаботьтесь об отключении подушки безопасности. Об этих правилах сотрудники госавтоинспекции просят помнить и соблюдать их неукоснительно. Даже в том случае, если дорога от дома до школы или детского сада занимает несколько минут. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С 25 по 28 октября в Рязани в Муниципальном культурном центре состоится 17-й национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь». Ежегодно он проводится на Рязанской земле, родине великого русского поэта Сергея Есенина, в дни празднования его дня рождения. За 17 лет существования фестиваль-конкурс собрал множество друзей. География городов-участников постоянно расширяется, и за все эти годы в этом мероприятии приняли участие более 8 тысяч конкурсантов из Магнитогорска, Липецка, Тулы, Брянска, Волгограда, Сызрани, Республики Башкортостан и многих других субъектов Российской Федерации. В преддверии такого яркого мероприятия, как «Есенинская Русь» в Рязани состоялась пресс-конференция, на которой были обозначены основные моменты предстоящего фестиваля. В этом году праздник соберет около 500 участников из городов России, и впервые на конкурсе будет представлена новая номинация «Художественное слово», в которой прозвучат произведения Сергея Есенина и других поэтов. Кроме того, по традиции гости фестиваля представят себя еще в пяти номинациях – народное пение, хореография, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство и театр костюма. Оценивать выступление участников будет компетентное жюри. В каждой номинации его возглавили опытные эксперты. Так, в номинации «Инструментальное исполнительство» жюри будет работать под председательством Народного артиста Российской Федерации, профессора РАМ имени Гнесиных Валерия Зажигина. В номинации «Народное пение» под председательством доцента кафедры хорового и сольного пения РАМ Натальи Хлыниной. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут развлекательные концертные программы, творческие лаборатории и дискотеки. Также для педагогов состоятся мастер-классы и круглые столы от членов жюри. Хорошей традицией стала творческая программа «Рязанские посиделки», где происходит знакомство коллективов и руководителей. Так что на протяжении всех трех дней рязанцам и гостям города на этом фестивале будет весело и интересно. А 28 октября состоится торжественная церемония награждения и гала-концерт фестиваля конкурса «Есенинская Русь», на котором выступят известные музыкальные коллективы. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте администрации города Рязани. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь! Глобал-сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал-сервис. 55-90-50. Субтитры создавал DimaTorzok